так продолжаем учиться вывязывать петли крючком сегодня мы с вами будем вывязывать столбик без накида полустолбик и столбик с накидом так вот мы научились вязать в вязать воздушную петлю и научились соединять столб соединительный столбик вязать сейчас я вам покажу как вязать столбик без накида значит поднимаем 3 воздушные петли можно поднять 2 значит вот этот вот цепочка вот эта цепочка из воздушных петель это идет по поднятие нашего узора поднятия перехода на другой ряд значит что мы дали вяжем дальше мы берем наш крючок вводим в петельку вытягиваем у нас теперь образовалась с вами две петли теперь мы берем ниточку и вот так вот через две петли и и пропускаем это мы с вами провязали столбик без накида повторяем берем крючок вводим в дырочку ниточку вытягиваем и нитку продергиваем через вот эти две петли и вот таким способом провязываем изделия можно я еще раз говорю что я вижу держу крючок так как я привыкла вы можете вязать так как вижу я поддерживая изделие да а можете вязать как вяжут правильно как правильно держать крючок вот таким способом вот так вот носик у нас должен быть и вот так вот вывязывают потому что подальше держать крючки тоже бывают разные но я привыкла вот так мне так удобнее держать изделие сейчас мы с вами вяжем я вам показала как вязать столбик без накида вот мы до конца ряда щас с вами до вяжем посмотрим что у нас получится и последний ряд мой последняя петля вот мы с вами провязали вот этот ряд столбик без накида столбик без накида обозначается вот такой вот буковкой т в изделии это смотрится вот таким способом боковка т вот она как смотрится видите значит вот это воздушная петля она обозначается точечкой мы с вами проходили на том уроке вот букс буква как она буква ли цифра ли что там вот это вот x буква x она у нас соединительная петля и вот это вот буква т буковкой т палочка с верхушечкой да это у нас идет то что мы сейчас с вами проходили столбик без накида вот так вот он смотрится значит теперь я вам покажу как вязать полустолбик значит поднимаем мы с вами цепочку за из воздушных петель переходя на другой ряд сейчас мы можем это 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 поднятие закрепить соединительной петлей вот таким образом да вот я вам показываю а теперь мы переходим к полустолбику вот смотрите петля вот это у нас остается на крючке теперь мы делаем накид вводим крючок в следующую петлю вытягиваем и все это вместе провязываем у нас здесь образовалось три петли мы их провязали это мы с вами провязали полустолбик накид вот у нас что образовалось и ниточку мы через эти три петли вот так пропустили это у нас идет полустолбик вот таким способом видите три петли вместе берем значит еще раз повторяю делаем накид петлю вводим и вот так провязываем и провязываем видите сложно ничего не вы знаете очень интересно вязать крючком потому что вот мы с вами провязали всего лишь четыре ряда а уже образовался какой-то узор уже видите что-то видно вообще очень интересно вязание крючком вот я вам показала как провязать стол полустолбик вот так вот он смотрится интересно вот так вот он выглядит это у нас идет вот такая петля вот она идет палочка и палочка в серединке вот она идет у нас полустолбик вот он идет идет палочка и небольшая палочка посередине как крестик небольшой крестик вот так вот он смотрится на схеме вот видите как на схеме смотрится так сейчас я вам покажу покажу батюшки что такое везде все одинаково полустолбик ну вот здесь да вот столбик полустолбик вот вот видите он идет как вот он это у нас идет буква т столбик без накида вот ряд а вот это идет у нас полустолбик видите он идет палочка и серединке палочка и здесь тоже палочка и в серединке палочка вот он идет у нас Вот видите, он идет Вот эта часть Это у нас столбики без накида Так называемые Не столбики без накида, а полустолбики Вот это идут столбики Вот они идут Буква Т Без накида А это идут Вот они кругленькие Вот эти вот они Это у нас идут полустолбики Палочка эта И теперь я вам покажу Столбик с одним накидом Так, давайте поднимем наш Узор Соединим Соединительной петлей Вот так вот И теперь будем вязать Столбик с одним накидом Вяжется он таким образом Значит, эта петля есть Делаем один накид Как при полустолбике Вводим крючок в петлю Вытягиваем ниточку Вот у нас образовалось 3 петли Теперь мы ниточку Провязываем через 2 петли Вот они Петля с накидом И потом соединяем вот эти 2 петли Вот мы с вами провязали столбик с одним накидом Давайте еще раз Накид Вводим спицу Можно так вот за переднюю стеночку Значит, провязали Протянули Провязали И еще раз провязали Накид Провязали И еще раз провязали Накид Провязали И еще раз И вот таким способом Мы с вами вяжем Столбик У меня 2 петли получилось С одним накидом Видите, легко Я и так, и так провязываю Потому что В узоре там будет Сказано, как вязать За переднюю стеночку За заднюю стеночку Видите, как интересно Так, накид Провязали Накид Вот у нас получились Видите, какая получается высота Как она отличается Видите, это столбик с одним накидом Вот она у нас Узор Обозначение Столбика с одним накидом Это просто палочка Вот смотрите, как смотрится По схеме Столбик с одним накидом Значит, вот идет Цепочка из воздушных петель Поднятие ряда И столбик С одним накидом Вот вы можете Эту схемку для себя Закрепить Вот возьмите Возьмите у меня Эту схемочку Видно ее? Вот она Вы можете ее Для себя Закрепить И связать Вот такой узор Можете связать Вот такой узор Вот по такой схеме Вот она у меня Видно вам? Вот она Эта схемочка Вы можете ее Сейчас скопировать И связать Вот такой интересный узор Здесь у нас Воздушные петли И столбик с накидом Вот таким образом Я вам показала На двух уроках Как провязать Технические обозначения Показала И как провязать Воздушную петлю Цепочку из воздушных петель Соединительный столбик Столбик без накида Полустолбик И столбик с одним накидом Вяжите Если вы это закрепите В следующем уроке Я покажу Как вязать следующие Петельки До новых встреч